что будем локбук заполнять часто очень приходит вопрос на тему того как заполнять локбук я это видео собирался сделать уже очень давно сегодня у нас как раз мише есть чудесная оказия поскольку мы не заполняли локбук уже два дня мы сейчас его вместе заполним я буду по ходу давать разные комментарии куда что пишется в какую строчку хотя на самом деле если вы не будете очень ленивыми откроете парше 151 то в нем очень подробно и практически дословно расписано как и нужно заполнять локбук некоторые разделы могут вызвать вопросы например что такое solo time очень многие люди считают что solo time это когда они управляют управляют самолетом да без инструктора не только но еще и никого не должно быть на борту нет некоторые читают что soltime это когда нет инструктора и safety паула совершенно верно знаем что правило говорят о том что solo это когда самолет нет ни одной живой душа даже собаки я лично читю читишь не признаю не признавайте вот я даже я даже решил записать детально login of solo flight time pilot mail lock с solo flight time only that flight time when the pilot is the sole occupant of the aircraft садись ко мне будем локбук заполнять и болтать заодно короче вот типичный локбук который выглядит примерно вот так вот в нем есть две страницы и эти обе страницы предназначены для подземной записи почему подземная запись полетов потому что фей очень любит когда все полеты записаны one by one не кумулятивно за неделю за месяц за год а прямо буквально посрочно мешает и начиная заполнять я буду комментировать так не по вот так ну что же короче первый столбик как обычно это дата мы не записывали вчерашний день это двадцать восьмое число пишем двадцать восьмое значит американским американском формате месяц и число и был два полета 28 совершенно верно значит самолет у нас самолет у нас целый ссср-20 make and model напишем всегда регистрационный знак у нас такой если вы летаете в россии вы можете писать туда российский знак это не имеет никакого значения главное чтобы все записи были сделаны дальше откуда куда мы летели мы летели вчера с тобой сначала из помара в по т.к. да правильно только совершенно верно мы вылетели из аэропорта мерил билдерил филд помар и полетели с тобой в толкидно толкидно когда мы летели в толкидно мы total duration of light у нас оставил сколько и 0 сюда формат записи в америке мы не пишем часы-минуты напишем часы и десятые минуты то есть три часа 0 минут если у вас соответственно было три часа 6 минут это будет 31 12 минут это будет 32 ну это легко считают счетчик 39 это соответственно три часа пятьдесят четыре минуты 20 дальше дальше у нас указывается категория класс с воздушного судна на котором это выполняли у нас single engine airplane land точнее airplane single engine land соответственно мы записываем сюда 3 и 2 дальше что у нас дальше пишется инструментом у нас вчера не было инструмент тайма в первом полете я согласен в первом полете мы делали touch and go поэтому мы с тобой запишем девять посадок 9 посадок включая финальную посадку 9 дневных посадок мы сделали кучу touch and go и дальше у нас что там flight training flight training это все было flight training потому что я был на борту за конструктор поэтому это все кросс-кантри потому что по марат батика находит в 90 милях плюс то есть летали на городе нали правда без посадки но все равно это посадка полтайм это будет 30 это паилтинг команд я несмотря на то что получил тренинг ты был паилотинг команд потому что ты имеешь правит паилот лайсенс которая на сингланджернат в комментариях напиши touch and go паттерн ворк да паттерн ворк ну а делали на второй полет будет интересен мы сделали прочь это было во втором полете в первом полете мы делали прочь в первом полете мы делали вижу в толкидне вижу в толкидне в толкидне конечно вообще не было ничего нет во втором полете мы запишем что у нас было simulated instrument time ты довольно долго болтался под очками 08 да это был длинная прочь вьюар да поэтому пишем 08 simulated в инструмент мы обычно пишем actual только если это был реальный амси то есть инструмент meteorological conditions когда мы находимся в облаках без видимости горизонта а в simulated мы пишем когда студент находился под очками специальные ограниченные очки которые ограничивают видимость инструмент опроводчик помнишь какой ну ка ну ка ну ка ну ка ну ка да это был арнеф нет нет это был вьюар а а а а а а а а а в этом месте у нас сдох передатчик аудиозвука поэтому дальше буду комментировать все по ходу миша записывает сейчас два инструментальных опроводча которые мы сделали по прилету в толкитну первый опроводч мы делали вьюар альфа он так целиком полностью и записывается вьюар альфа в каком аэропорту и желательно указать полосу на которую мы садились либо полосу на которой используется данная опроводч поскольку вьюар альфа не имеет привязки к конкретной полосе поэтому мы его в инструментальной колонке не записываем второй опроводч который мы делали это был арнеф и вот арнеф он уже идет на какую-то конкретную полосу это у нас арнеф gps alpha а в данном случае не идет тоже gps alpha то есть не привязан к полосе как видите запись достаточно подробная то есть мало того что мы пишем каждый полет в отдельную строчку если мы делали инструментальные процедуры то мы также пишем их достаточно подробно дальше мы пишем количество посадок шесть посадок мы делали несколько точек все это было дуал тайм то есть инструктором два часа с инструктором два часа кросс-кантри и тотал тайм пайлотинг ммн два часа я очень люблю в ремарках записывать все таки что было сделано для того чтобы и студент и следующий инструктор который берет этого студента мог открыть логбук и посмотреть что было сделано и каким образом это очень сильно помогает для того чтобы передать инструктора передать студент следующему инструктору вот так заполняется логбук и дальше в конце каждой страницы мы подбиваем total то есть суммируются все записи за одну страницу и пишутся в page totals а под page totals мы переносим предыдущие результаты с предыдущей страницы и даже суммируем и так до бесконечности в таком случае у вас в последней строчке где написано new totals всегда будет ваши последние актуальные данные то бишь ваш общий налет за всю вашу историю если вы открываете новый логбук то вы соответственно в новый логбук переносите последнюю строчку с последней страницы старого логбука и начинаете отсчет оттуда отдельно надо поговорить про электронные логбуки и я сейчас постараюсь это сделать у вас у вас у вас